Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я очень много фантазирую, мне кажется, это ненормально. Столько времени проводить в мыслях, мне это не решает, но в фантазиях я могу создавать другой мир. Думать о том, что не существует, если мне скучно, я окунаюсь в выдуманный мир, особенно под музыку, но музыка мне даже стала не нужна последние несколько лет. Я могу фантазировать на протяжении нескольких часов, мне 24. Если так подумать, вот такое проявление фантазии у меня началось ещё в школе. Я просто не могу понять, нормально ли это. Я могу продолжить или это уже плохо. Тригером являются музыка, разговор, неправильно сказанные слова, действия, проблемы с семьей. Что мне делать? Ну, здесь, в первую очередь, нужно отметить некоторое противоречие. Вот. Связанное, значит, в первую очередь с тем, что вы говорите, что для вас это не проблема. Если для вас это не проблема, то зачем что-то делать? Да, если вам это никак не мешает, то зачем с этим тогда что-то делать в принципе? Ну, вот. Если вам это не мешает. Если вам это мешает, если для вас это проблема, то в первую очередь нужно в таком случае увидеть, ну, постараться увидеть, в чём эта проблема для вас. Это такой момент здесь, потому что если мы не видим, в чём для нас это проблема, если мы не видим того, как нам это мешает, ну, вот, то мы не заинтересованы в том, чтобы это менять, вот, к сожалению. Поэтому сначала, вот, сформулируйте для себя конкретно, чем нам это мешает, вот. Дальше, фантазии, это способ обратиться со своими чувствами, такой способ обратиться со своими чувствами. То есть, вы что-то чувствуете, вы что-то ощущаете, и для вас это способ обратиться со своими переживаниями, таким образом. Хороший ли, плохой ли, это способ, на мой взгляд, не так важно. Совершенно очевидно, что вас это, ну, либо волнует, либо не волнует, но, тем не менее, это вот факт. Факт заключается именно в том, что это такой способ обращаться с вашими эмоциями. Естественно, если есть какие-то проблемы, если есть какие-то трудности, ну, вот, в вашей жизни, например, то сама с собой вы будете уходить с фантазией, потому что так безопаснее всего. То есть, уйти в фантазию, да, уйти в фантазии, ну, всегда безопаснее всего. Это гораздо безопаснее, чем, например, выражать их, их, я имею в виду свои чувства, да, более прямо, вот, более откровенно, может быть, вот. Потому что вы в этом случае не сталкиваетесь ни с какой реакцией на свои, ну, на свои проявления. Вот. Фантазия, иными словами, это, ну, таким образом, фантазия, это максимально, максимально безопасный. Способ как-то выразить свои чувства, вот. И чем больше накапливается негатива, вот, тем, в общем, больше у вас потребности в том, чтобы уходить во мечты. Нормально ли это, да, это нормально, вот, в школе у вас, где вы сталкивались, получается, с, ну, вот, каким-то негативом, да, вот, в школе вы начали, получается, подобно практиковать, вот. И вас это спасало, вас это выручало. Судя по всему, ну, вот, на протяжении довольно долгого времени, я бы сказал, я бы сказал, я бы сказал так. Ничего плохого в этом нет, конечно, вот, но единственное, что, что это вот на самом деле может затягивать, на самом деле может заменять с собой все остальные действия, которые человек может выбирать для проявления себя что, собственно, и становится проблемой. Вот, помочь вам увидеть конфликты и научиться по-другому их разрешать может может психолог, поэтому выбирайте себе специалиста и если у вас есть желание, начинайте работать, будем рады вам помочь желаю вам всего самого доброго и удачи все 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 все